С излучением или поглощением электромагнитного атома, электротоном с энергией H омега. Добавляем формула 4 омега в кубе, 3HC в кубе, далее и квадрат модуля материчного элемента ДНИ по модулю квадратным. ДНИ по модулю квадратным. Здесь ДНИ, я запомнил, что это такое. ДНИ это дипольный момент перехода, но у нас начальное состояние И, конечное Н. Это материчный элемент Н. Е на Р, речь идет о электроне у нас по умолчанию, И, ну то есть грал, как его считать. ФИН, комплексно сопряженный, это Р. ДНИ, дальше Е на Р, ну Е на Р, радиус вектор, ФИИ, код Р, ДН. Вот такой интеграл. Ну а нега частота перехода, но все остальное понятно. Значит, речь идет о излучении, да, я забыл самое главное, Н. Забыл самое главное, Н. Речь идет, конечно, о излучении или поглощении батона, с произвольным направлением волнового вектора. Здесь у нас идет усреднение по всем направлениям волнового вектора. Это было в прошлый раз. Далее, от вероятности перехода к интеграли, мы можем получить интегральную интенсивность перехода, и НИ, это есть H омега, то есть энергия перехода, энергия квадрата практически на вероятность перехода, НИ, это будет 4, омега в четвертый уже, да, тоже Н, 3С в кубе, и ДНИ, по модулю, что да, постоянно написано просто. Интенсивность, спасибо большое. Интенсивность перехода. Видно, что интенсивность перехода, она в постоянных планах не закрежет, и фактически это выражение совпадает с точностью дочисленного множителя порядка единицы, совпадает с соответствующим выражением классики, из теории излучения обычного классического диполя. Классического диполя с дипольным моментом ДОТ, с дипольным моментом ДОТ, которое пропорционально, я нажать не пишу порядка, множитель порядка единицы, порядка корень квадратный из ДНИ, ДНИ по модулю в квадрате, на косинус омега Т. То есть, если я возьму вот такой осциллирующий диполь, классический, то интенсивность излучения электроникольного будет выглядеть так же, как получили мы, используя такую фактически квантовую модель для системы. Ну и, наконец, что еще нужно обратить внимание? Ну да, во-первых, оценки вероятности. Оценки вероятности дипольных, как они делаются. Ну вот, здесь в этом выражении главную роль начинает играть поддержка матричного дипольного перехода. Как он оценивается? А вот этот вот издаграл обычно оценивают причиной порядка, ну без заряда. Порядка 11М. Это, конечно, оценка очень такая вот приближенная. Ясно, что все зависит от состояния И и Н. Повторяю, по умолчанию у нас речь идет о батонные состояния. То есть, состояние, которое характеризуется размером порядка как раз Боровского радиуса. Боровского радиуса или одного экстрема. Это порядка два Боровского радиуса, примерно полэкстрема. Ну и таким образом, если этот интеграл мы оценим как один Энстрем, мы для, да, и для частот, соответствующих, ну скажем, электромагнитному полю видимого гиппозона, это что означает? Это надо, значит, H-Омега взять порядка, ну скажем, два электронобольта. Один-два электронобольта такого порядка. Хотя, видите, здесь один или два, по особенности, разница в два раза, и приведет, вообще говоря, сразу разница в порядок, как минимум в порядок, для порядка и интенсивности от перехода. Видите, сильная зависимость от частоты или энергии перехода. Ну и, конечно, от матричного элемента. Ну, тем не менее, вот, для такой характерной энергии порядка одного электронобольта и для матричного элемента порядка одного экстрема в единицах Е вы получаете влечение порядка 10 в девятой. Я напомню, что речь идет о вероятности перехода в единицу времени. Она имеет размерность единицы на секунду. Соответственно, вероятность безразмерна, а вероятность перехода в единицу времени, в единицу на секунду. То есть, вот, такие типичные значения вероятности перехода при наибольших значениях матричного элемента, наибольшее значение порядка одного экстрема, это будет величина порядка 10 в девятой обратных секунд. Это очень большая величина, очень большая величина. Ну, я вот для сравнения могу вам привести пример вероятности перехода, скажем, рубиновый лазер, вот, он работает, вот, рубиновый лазер, цвет красный, да, вот, пример, в Валерии, вроде, как я уже говорил, энергия кванта. Вероятность соответствующего перехода, отвечающего, ответственного за лазерный эффект, она намного-много порядка в меньшую, намного-много порядка в меньшую. Ну, что очень много-много, это минимум 4-5 порядка в меньшую. Дело в том, что этот переход, который отвечает за лазерный эффект, на самом деле, является, как, говорят, запрещенный переход. Запрещенный переход. Ну, я не говорю о том, что есть в аргоне выражение типа «слабо», «разрешенный». Ну, и, когда говорят запрещенный переход, то, конечно, что его вообще нет. Разрешен слабенький очень. Потому что нас со школы должны учить тому, что все, что... Хотя нет, есть эти фигуряты, которые все, что не запрещено, разрешено. Ну, здесь как раз исключение. Даже запрещенный переход на самом деле, она разборчиво разрешенного не может, потому что, как разразится, но, тем не менее, он есть. Итак, вернемся к матричному элементу. Матричному элементу. И рассмотрим коротенчину, его чуть ниже, к которому подробнее вернемся. Это правило отбора. Правило отбора. Я уже говорил выше, что на самом деле в длинноволновом приближении, в узком смысле, когда мы ограничиваемся в расположении, я напомню, экспоненты, фигурирующие в электропотенциале, мы ограничиваемся просто единичкой. То есть мы полиэлектромагнитный, электрическую компоненту, его, прежде всего, считаем, однородным. Ну, а значит, в однородном поле, на однородное, точнее говоря, поле система отвлекается только дипольным моментом. Дипольным моментом. То есть фактически здесь речь идет о взаимодействии дипольного момента системы с электромагнитным полем. И вот это отражено четко, что здесь фигурируют, когда смотришь на дипольный момент. Такие переходы называют электродипольные переходы. То есть фактически мы с вами сложили теорию электродипольных переходов. Э, Д, П. Электродипольный переход. Как правило, это наиболее сильные переходы. Как правило, это наиболее сильные переходы. И вообще вот наша жизнь как существует. Мыслящая, нет, не только мыслящая, но и вообще существенная. Она, конечно, во многом зависит от этих вероятностей, как и страх натуральный. Видим, работа нашего глаза, или там фотосинтези и так далее. Все во многом можно как раз оправиться к этой вероятностям. Итак, но обратите внимание, я тут дипольный переход. Здесь фигурируют интеграл, интеграл, где операторная часть, это радиус вектор. А радиус вектор это нечетный оператор, нечетная функция, короче говоря. Я просто нечетная функция. Ну а коли эта функция нечетная, то понятно, что мы сразу получаем некие ограничения на, даже не на величину, а на отличие его от нуля. Если у нас вот здесь, собственно, я начинаю формулировать правила отбора для электродепрогольных переходов. Если начальное и конечное состояние характеризуется определенной черностью, то что это означает? Если функции φi и φi имеют определенную черность, то есть либо черная, либо нечетная. Ну не обязательно уберу. То в этом случае легко видеть, что матричный элемент будет отличен от кула, только в том случае, если состояние i и n, начальник 3, имеет разную черность. Разную черность. То есть это будет означать, что тот самый переход электродепольный, который мы говорили, будет разрешен только между состояниями разной черности. Между состояниями одинаковой черности. Он запрещен. Он запрещен. В том смысле, что матричный элемент в ноль обращается. Вот это важнейшее правило отбора для электродепольных переходов. Эти переходы разрешены только между состояниями разной черности. Сразу пример. Ибо, видите, как на всяких зачетных экзаменах, я, честно говоря, большее значение передаю, конечно, каким-то практическим вопросам. Ну, скажите вы, там, вот, например, состояниями разной черности есть. Примерно 2-2-3. Вот атомодорозы, классическая система такая. Скажем, основное состояние 1s. Черное состояние. Видите, в атоме черность определяется орбитальным квантовым числом L. Ну, здесь L-0. Ну, значит, состояние черное. Какие переходы разрешены? Ну, состояние с другой. То есть, нечетное состояние. Нечетное состояние. Среди нечетных состояний, ближайшие, ближайшие по энергии к 1s состоянию, это 2p состояние. 2p состояние. Вот один из самых главных вообще переходов, скажем, с кемплировозащения атома водорода. 1s, 2p. Разрешенный переход. Ну, при анорамном 2 у вас есть еще и 2s состояние. 2s состояние. Вот, я его вышла, пишу, 2s состояние. Но оно тоже черное, видите? То есть, вот этот переход запрещен. Потому что это два состояния имеют одинаковую черность. Ну, правда, вы скажете, что есть другие состояния в другой, вернее, с другим значением орбитального момента тоже не черный, так же, как в p состоянии. Например, ну, следующее пойдет. Давайте я по порядку их себе распишу. Это n равен 2, дальше n равен 3, 3s, 3p, 3d. Там у вас n уже принимает, видите, три значения. 0, 1 и 2. Что здесь будет? Ну, ss переход запрещен. Состояние имеет одинаковую чертость. sp переходы. sp переходы возвращены всегда. Значит, переход будет разрушен. 3d, то здесь опять чертость положительная, так же, как v состояние. То есть, это чертое состояние, чертое функция. Переход, соответственно, будет запрещен. Идем дальше. 4, видите, тут как бы все достаточно просто. 4s, 4p, 4d, 4f. О, здесь все рисуем сразу раз. Запрещен. p разрешен. d запрещен. f. Вот f интересно. f состояние, а виталии, наверное, тройка. Ничемное состояние. Казалось бы, вот по тому правилу, о котором мы говорили, вы еще, этот переход sf должен быть разрешен. Запрещен. Дело в том, что, видите, как, мы же с вами всего лишь только, как бы, одно правило отбора или правило запрета. Знаете, в литературе по-разному трактуется это определение, как бы, либо правило говорят отбора, либо правило запрета. В любом случае речь идет о правилах, которые говорят, когда матричный элемент, вот этот ноль или не ноль. Кстати, этот термин, правило отбора или правило запрета, чаще в варианте правило отбора, используется для любых матричных элементов. И вообще не обязательно это, может быть, связано с теорией перехода. Вот просто вы какой-то матричный элемент, с каким-то матричным элементом работаете, и у вас есть какие-то правила, сами вы их выбили, либо там еще где-то нашли. Правило, которое говорят, когда этот матричный элемент ноль, когда не ноль. Такие правила мы называем, как отбором и матричным элементом. Так вот, правил-то отбором много бывает. Видите, здесь мы говорили только о четности состояний. Но дело в том, что у состояний начального, конечного могут быть еще какие-то другие сметриные свойства. Видите, это свойство поведения при операции инверсии. Ну, например, при повороте системы координат. Ну, то есть, короче говоря, состояние может описываться, видите, скалярной функцией, P-векторная функция, D-тензорная функция, практически D-функция, это тензор второго раза, F-функция тензора третьего раза и так далее. Так вот, если мы учтем и другие трансформационные свойства функций, мы получим еще и дополнительные правила набора. И они, конечно, могут вступить, ну, как такое кажущее число, в противоречие с первым правилом, правилом набора почетности. Ну, пример, S-F-переход. Значит, это состояние скалярное, а это тензор третьего ранга. А здесь вектор тензор первого ранга. Морь, маточная. Знаете, почему? А потому что вот из такой комбинации тензор третьего ранга, тензор первого ранга и тензор нулевого ранга вы скалярный вы никогда не образуете. Невозможно образовать скаляр. А определенный интеграл – это скаляр. Вы действительно, смотрите, в какой-то системе координат вы не считали бы определенный интеграл, он должен быть одним и тем же, естественно. Так же не бывает, что в одной системе посчитали, а в другой системе посчитали другую. И это говорит о том, что определенный интеграл – это скаляр. И на самом деле определенный интеграл отличен от нуля только тогда, когда подинтегральная функция в целом скаляр. Ну а видите, а тензор третьего ранга, тензор первого ранга, ну из них никак скаляр не образует. Знаете, как ни странно. А вот я вам сейчас. Значит, это тензор любого ранга, вот здесь можно использовать правила треугольника, правила треугольника, касающиеся рангов соответствующего функции начального состояния, то есть правой левой и оператору правого треугольника. То есть если три этих ранга не удовлетворяют правил треугольника, маточный метр равен нулю. То есть если три этих числа, которые открываются к рангу левой функции, равна ради правой функции, если эти три числа не удовлетворяют правил треугольника, то соответствующий маточный метр равен нулю. то есть другими словами зачем что в этом случае нельзя из произведений трех величин сформировать старая но в нашем случае так и есть видите как вы можете право треугольника из этих трех числа а скажем для сп перехода проблем нет денечка сейчас хороший вопрос на четвертом уже таксель просто хорош москратно тем более что это правило на самом деле в школе еще встречать треугольник три стороны треугольника удовлетворяют правил треугольника который относит вот а, б, ц, я давайте школьный вариант вам нарисую причем это правило можно написать на любой стороны вот я на стороне а пишу а b минус c по модулю b минус c вот правило треугольника для трех чисел как вот школьный сторон треугольник то есть если у вас три вот этих вот числа не удовлетворяем правил треугольника означает что сторон с такими динами вы можете и ну и соответствовать такими динами как треугольник из прошлых построек то есть на словах это правило что любая сторона в треугольнике меньше суммы двух других но больше красности но здесь правда есть одно не школьное определение модуль ну в каком смысле не школьный 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 плохо модуль представляет а когда мы говорим не меньше раз и сидим двух других сторон то тут как бы вот может висение и лужа ну а в андромеханике мы поправили с угольника говорили когда говорили о снижении момента снижение момента скажем s1 s2 s3 вот тут весь у меня знакомые девушки где-то знакомые девушки то есть и а вот у меня нет этого правила внимательно вот этом правиле как я понял есть еще одно в том что моменты они либо целый не полу целый вот я вам сейчас предотвращение личности придут пример там надо видеть складывает как вы думаете 3 2 2 2 уровня стыд и позор стыд и позор все должны догадаться вы же догадываешься что это является пять 2 2 3 2 2 3 плюс 2 это же 5 нормально стыд и позор стыд и позор да ну я на самом деле это ведь это шутка ну как шутка в смысле это не шутка но я просто считаю что конечно там девушка случайно каждого не думаю что 3 2 2 итак значит получается видите как что переход 1с о 45 запрещен тоже запрещен фактически он по этому правилу отбора который мы говорим это правило на самом деле по моменту орбитальному моменту правильный правил орбитальный момент в нашем случае она фактически вносим что итак первое правило отбора по четкости то есть состояние и и состояние разное четкости разная четкость разная четкость это по английски значит четко иван и четко и отчетность первое правило это правило фактическая отбора помп ли правило отбора по эй Оно гласит на самом деле, что дельта L равняется единице. В нашем случае, видите, S, P только разрешен, это L единичка. Или P, S, то есть обратный переход из 4P состояния в один X тоже разрешен. Естественно, P, D, L минус один, ну, по-моему, еще единичка. Но надо обратить внимание, что на месте 1S может стоять любое S состояние. Видите, никаких ограничений на L главных квантовых числов мы не накладываем при этом. Значит, здесь может быть 2S, 3S и так далее. В результате, в общем, мы и получим, в конце концов, вот эти серии, там, Пашина, Паха и так далее, Панера, ну, известной вами с атомной физики, серии в спектрах ажного народа. Вот такой конкретный пример того, как это все работает реально. Он вернется сюда, к матовичному элементу. Вот это означает так, что в каких-то случаях он дулю, что просто равен, да, ну, значит, соответствующий переход или переход не запрещен, несмотря ни на что остальное. Вот поэтому, когда я говорю об оценках, один X трепп, то есть, да, то есть, конечно, то есть, я имею в виду, по-молчанию, что речь идет о разрешенном переходе. Разрешенном переходе. Так вот, разрешенные электродепольные переходы, они очень сильные, очень сильные переходы. Я бы сказал так, что, ну, вот какой-нибудь пример такого разрешенного электродепольного перехода, так же, буду вам более-менее, так, чтобы я его почувствую. Ну, я уже говорил про грубин, там, интенсивности, наверное, 4-5, порядка, как меньше. Ну, вот примеры. Примеры. Вот, ну, скажем, нас в основном окружает мир такой, если подбросить себя в химию, такую, значит, органическую, да. Ну, такие вот, какие-то вот, окислы, самые популярные вокруг нас материалы. Ну, я, прежде всего, купил такие не металлы, ну, какие-то вот, уходники, там, ну, что, или это, так сказать. Это окислы, во многом окислы. Вот, так вот, для окислов есть мощные переходы. Это переходы с переносом заряда. Переходы с переносом заряда. Вот, представьте себе, я вот такой, сейчас пример приведу, такой, переходы с переносом заряда. То есть, ну, какой-то окисл, попроще, купруно, скажем так. Вот там купру 2 плюс, о 2 минус. Вот такой переход с переносом заряда. Еще есть два типа, скажем, это вот купру 2 плюс, о 2 минус. Вот основное состояние. И, а вот возбужденное состояние. Представьте себе, что электрончик, вот здесь, заполненной оболочкой кислорода. 2P6 у него заполненная, внешняя оболочка. Переходит вот сюда, на медь. Там как раз есть одно пустое место в 3D оболочке. И мы получаем так называемый переход с переносом заряда 2P3D. Но обратите внимание, переход-то с переносом заряда, charge transform. Это не внутри атома, а между атомами. Ну и тогда можно было бы написать его так, O2P, купру 3D, переход с переносом заряда. Вот, между прочим, да, и тогда возбужденное состояние как будет выглядеть? Здесь электрончик добавится, значит, бьет один положительный заряд, это будет купру. Купру 1 плюс будет, так? А здесь будет O, ну, естественно, один минус. O1 минус. Это вот возбужденное состояние с переносом заряда. Вот электрический дипольный момент, соответствующий такому переходу, очень большой, ну, даже не по догадации какой-нибудь, обратите внимание, как только у вас вот электрон перескачил сюда, фактически у вас диполь образовался. Если раньше его не было, скажем, условно, да, будем считать, что это такое вот пактное дипольное состояние, то он теперь образовался, и величина его огромная, это Е на расстоянии между медленной кислородкой, вангстремом. Вангстрем. То есть здесь огромный такой вот дипольный момент сформировался, и вероятность перехода будет очень большая. И поэтому, скажем, в тех же вот упрадах, на всяких манганитах, в анальдинстах, кабальтидах, ферритах, я всякие очень полезные перечисляю. Вот в них чаще всего именно переходы с переносом заряда, либо кислород на катионами, либо может переход идти между катионами, скажем, куфрум-2, куфрум-2. Так вот, эти переходы очень мощные по-интенсивности, они определяют то, что называют фундаментальным поглощением. Ну а фундаментального поглощения в любом материале, ну что значит фундаментальное поглощение? Это то мощное поглощение, которое фактически определяет, ну иногда говорят, определяет энергетическую щель в материале. Ну то есть представьте себе в какой-то области, материал прозрачен, а затем начинается какой-то энергии, там, ну соответственно, частоты, начинается мощное поглощение. Вот первая полоса мощного поглощения, она называет фундаментальной полосой, фундаментального поглощения. Так вот, в тех же опытехах это обычно полоса при энергии 2, 3, 4, иногда электронного поглощения, типичное значение полосы. А это что означает? Это означает, что энергия, энергия вот такого перехода, это вот как раз и будет 2, 3, 4 прогноза. Правда, энергия оптического перехода. На самом деле, не все так четко представляются, что это для 3. И о том, что при любом оптическом переходе, да, он очень быстро происходит. Вы представляете, все два электронного характерные частоты очень высокие. И характерные времена перехода очень маленькие. При таком переходе решетка, вот, скажем, окисла, она не успевает вообще отреагировать. То есть у вас, скажем, переход произошел, а решетка не среагировала. Но у вас после перехода, видите, что произошло, у вас вообще заряда поменялись. Мощный заряд инфлуктуации образовал. Ясно, что после такого оптического перехода решетка, она бедная, тяжелая, а там и тяжелая, это еще электронный. Это тяжелая решетка. Еще подстраиваться под новое состояние электронное. Вот такая релаксация была. Релаксация. Ясно, что это к чему приведет? Понижение энергии. Понижение энергии. Поэтому, если у вас энергия такого перехода, оптического, его еще называют франк-кондонерский, или любой переход, переход в замороженные решетки, если это энергия, скажем, два электрона вольта, то после релаксации, вы можете получить, скажем, полуэлектроны вольта. То это релаксационный процесс, когда решетка у вас подстраивается под новое электронное состояние. его вольт могут соответствовать очень большие энергии. И вот этот вопрос, который я чуть-чуть затронул, это вопрос сегодня, теоретически, на северном состоянии, один из таких горячих вопросов. Ладно, идем дальше. Итак, мы упомянули о правилах подбора, и буквально еще два слова, я вот о чем скажу. Дело в том, что вы же с вами видите экспоненту в матричном элементе. Я напомню, е в степени плюс-минус ИКР, вы расписывали так, единица плюс-минус ИКР, плюс и так далее, и ограничивались на самом деле, рассматривая электродепольные переходы, вот этой единичкой только. Ну а дальше-то? Давайте просто посмотрим, насколько вот это пренебрежение оправдано. Насколько это пренебрежение оправдано. Ну давайте я вот посмотрю как раз случай, какой. Ну, какой. А вот, сюда-дем. Два электронно-болька, красный цвет. Красный цвет. Потом красного цвета, рубинный. Цвет на северный. Значит, нам нужно оценить роль вот этого слагаемого, да? Вот этого слагаемого роль. Насколько, мало ли велик, мало, скорее всего, с единичкой. Значит, я рассматриваю длинное волновое приближение, характерный размер системы у меня дэн. Что это означает? Это означает, что вот R, который здесь ходит, по идее, R здесь меняется от нуля до бесконечности. Ну, по модулю, да? От нуля до бесконечности. Но понятно, что основной вклад в матричные элементы вот такого вида будет вносить только область R меньше порядка D. Но если у вас система локализована в области размером D, то если в операторе у вас R куда-то улетела в сторону от этой области, то вклад этого процесса будет маленький. Почему? Потому что у вас, видите, произведение этих функций локализованных области с размером D будет завязать значение матричного элемента, конечно, большим расстоянием. И пусть у вас R куда-то уходит далеко, но вклад это, но вклад и так можно здесь R ограничить сверху значением D и тогда фактически рассматриваем величину КД. КД. К полновой вектор, D характерный размер системы, но для атома это один экстрем. Один экстрем. Давайте посмотрим, возьмем К соответствующий красному свету, цвету или свету. Итак, например, два электроновольта. Два электроновольта это примерно 16 тысяч обравки ну, укаторить квадраты метра, сантиметр, ну я в сантиметрах возьму. Итак, К, ну давайте, чтобы здесь с оценками проще 16, там 15, 10 возьмем. 10. К порядка, скажем, 10 минус, вернее, 10 плюс четвертой степени обратной сантиметра. Это, значит, пример, работает один электроновольт, грубо говоря. Один электроновольт чик-чик-чик-чик-чик побольше. Я напомню, что один электроновольт, если его переводить в обратные сантиметры, то есть эту энергию мерить в волновых числах, если так, это будет 8065 обратных сантиметров. Видите, как? Ну, поэтому чуть больше электроновольта мы взяли. D, D порядка берем, ну, порядка атомного размера. Итак, D порядка один электронов, а это 10 минус 8 сантиметра. 10 минус 8 сантиметра. Тогда к на d 10 минус 10 сантиметра. Ну, дело в том, что химики, где сразу, им сказали, а не сразу же, вчера сказали, что надо было вчера ввести эту систему, а на ночь и завтра ее увидим. А мы сейчас так работаем, с этим, как говорят, сегодня. Представить вчера документы. Мы уже научились, потому что в этом случае можно и вообще не предоставлять насчет людей. Мне неинтересно, какие-то пишут приказы, может быть, таких кучерей. Знаете, с чем это сейчас связано? Я говорю, что сейчас же есть такая вертикаль власти. Но вертикаль, она же не состоит из одного человека, которого растянули вот так. Правильно, так легко догадаться. А если многих-многих-многих таких маленьких человечков, и приказ идет сверху. Бум! 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 Ну и сами докажут, что происходит по дороге. Скорость определяется... так сказать, по дороге скорость определяется скоростью самого слабого звена. Итак, 10 минус 8 см. Значит, К на Др. Отвлеченой порядке 10 минус 6 см. причина но если что-то много меньше единички видите как это означает что вот для видимого диапазона вот это наши длинноволновые приближение прекрасное приближение действительно ограничение единичкой было обосновано понятно что если у нас на зритель если система будет побольше то есть не 10 минус 8 сантиметра писать у себя уже 10 минус 4 то есть 10000 страйк ну правда а молекулы там надо осторожно это раз мы кроме того как как а может быть значительно больше понятно что я видимый диапазон возникнуть рентгеновский диапазон там скажу вас не один электроновольт так скажем 1000 электроновольт кванта рентгеновский пищи но ясно что три порядка у вас уже и вы получите уже не 10 минус 1 но если возьмете гамма какой-нибудь кван там же энергии будут не до 3 порядка а на 45 порядка то есть это конечно все во многом зависит от детали конкретной задачи но тем не менее вопрос все равно остается вопрос об учебе и слагает об учете не слагает забегай немножко вперед я скажу что вот учет этих слагаемых приводит к двум типам переходов если учет единички приводит к электроникольных переходов то учет следующего слагает возложения дает два типа перехода чем я бы сказал что во многом отличающихся заметно сильно отличающихся это так называемые электрических подрубольные переходы и так учет 2 типа переходов мы сейчас буквально ими же и займемся это электрические квадрубольные переходы и магнитно-депольные переходы электрические квадрубольные переходы и магнитно-депольные переходы но поскольку в основном видите у них в основе лежит учет одного того же как и слагаемого в разложении то величины соответствующих вероятностей или интенсивности при условиях разрешенности перехода буду сравнивать маленьким на самом деле вот например для видимо воде по словам и готовы системы но правила отбора для них существенно различаются электродепольные переходы существенно различаются по правилам набора для момента для момента почетности различий видимо не будет почему вот обратите внимание матричный элемент который нам надо было считать вот так выглядел и дальше у на п а вот экспонента шла и мы единичка ограничивали а сейчас надо будет учесть вот это слагаемый к на я пишу здесь к на я и и обратите внимание как резко меняется правило отбора почетности если без этого слагаемого у нас переход разрешался только между состоянием кстати это было понятно почему поиск входит а также это нечетный аккуратно ну а сейчас добавляется видите под интегральный украшение здесь добавляется как можно вытащить за скобку дэр а я говорю чётный пират в целом значит под интегральной этой функции будет чётный и функции оператор вот этот оператор будет чётным а значит правила по чётности резко менялись учет второго слагаемого дает вам два типа переходов которые разрешены только для состояния одинаковые чертности один видимо дальше пойдет так менять все единичка разрешают приходы только между состоянием разной чертности на крыше следующий раз на самом деле вот на практике если вы говорить так за пределы вот этого второго слагаемого обычно не скажи на том что и его то и отмечены с другой стороны вот тот самый переход в рубине который я уже много-много раз упоминал так как раз переход для которого основной платы интенсивности носит это как раз слагаемое это слагаемое не ясно что и грант теперь вот так и будет намного-много меньше потому что вот это произведение когда надо видеть теперь маленькое давайте проведем раздел элементы методопарциальных потоков элементы методопарциальных потоков элементы методопарциальных потоков элементы методопарциальных потоков поток обычно представляя себе как свободно движущуюся частицу какого-то на самом деле поток это векторная функция векторная векторная величина поэтому на самом деле я должен был бы записать так волновую функцию потоков си к равняется я нормировку здесь опускаю это вектор поляризации на а если линейка р на самом деле если говорить о фотоне с определенными волновыми векторами с чистотой надо было бы здесь добавить минус и омега трейдер ну как вы видите я просто написал кусочек основную значащую часть векторного потенциала векторный потенциал и мы этот векторный потенциал осматриваем в данном случае как волновую функцию потона причем у потона вот векторная часть вот эта вектор поляризации может быть вверх поляризации потом а это практически вектор который направлен по электрическому полю волне и личный вектор и именно беда века рассматривается как спиновая волновая или спиновая часть волновой функции фатона а вот пространственная часть вот она есть не бедника и говорит о том что речь идет о плоской волне и по виду этой функции мы видим что речь идет о частицы которые имеют волновой вектор k ну и кроме того импульс у фатона по соотношению 1905 года импульс связан с волновым вектором поэтому фактически это волновая функция нам говорит о том что речь идет о частицем которая движется с определенным может быть волновым вектор импульсом ну и частица со спином единица частица со спинами единицы и единица очень важно но дело в том что мы с вами привыкли возле атома водорода как-то так спин орбитальный момент спин это момент количества движения мы говорим вот у нас электрон имеет спин скажем вербитальный момент ну и так далее а вот видите странная такая частица у нее спин также как практически как у электрона только ни одна вторая единичка но торпитальная часть она совсем не похожи на то что есть у электронов с определенным орбитальный момент нам да я в том что эта функция характеризует движение с определенным ним моментом импульса а импульсом вот эти состояния spd и так далее это характеристика состояний с определенным моментом импульса орбитальный моментом 0 1 2 и тогда здесь ведь у нас состояние которое характеризуется определенным импульсом это с одной стороны удобно очень так ну мы сразу вспоминаем аналогии такие у нас голове рождаются со школой свободно двигающиеся частиц это понятно хотя движение с определенного питания моменты тоже понятно но в школе это все-таки более словно вращать движение а это поступательное движение вращательные поступательные вращение сразу же возникает вопросы а как мы можем вот это поступать на движение как он преобразовать во вращательное движение можно представить себе фотон который движется с определенных метпу сыплоству надо видеть можно его представить как потом вращающийся ну наверно трудно тем более что когда мы говорим о вращении в школе мы говорим обращение вокруг определенной точки а потом видите он фигура си фигура задан весь день вообще у нее нет выделенной точки вообще никакой но тем не менее кванкомеханика нам говорит да нет проблем мы можем представить себе потом движущийся поступательно как бы так с определенным как суперпозицию фотонов которые вращаются суперпозицию фотонов с определенным орбитальным моментом и эти фотоны мы назовем как раз парциальный как это выглядит формально ну надо просто взять и разложить вот эту пространственную часть волновой функции фотона по функциям характеризующим определенный орбитальный момент ну например по полиному бежавра полином бежавра это собственные функции квадрата момента я напишу сразу же и так смотрите вот полином бежавра пл от посинус тета вот действуем на него оператором квадрата момента л квадрат мы получаем в единице а постоянной планке л на л плюс единице полином бежавра то есть как раз собственно функции квадрата момента таким образом если мы разложим экспоненту по полиному бежавра мы получим некую суперпозицию глядя на которую мы сразу можем сказать да слева будет стоять у нас функция характеризующая поступает даже не расправка суперпозиция вращательных движений ну а экспонента разложение попалиному бежавра он сами надо идти приятелю математику или в книжку залезать на самом деле можно это и самому сделку но и не суперсложно на самом деле экспоненту разложить попалиному бежавра ну на самом деле в литературе математикой может быть даже большей степени физиков это разложение средств его называют парциальным разложением словно само парциальное разложение итак как он выглядит я просто его выпишу мы его будем несколько раз используем так есть степени и к р как функцию д я раскладываю гряд по полиномом лежанра правда надо иметь то что полиномый жанра они зависят только от угловых периметра что угловых периметра я думаю ясно что коэффициентное разложение функции r модуля итак разложение сумма по l ну давайте я кстати вот здесь видите сфим потом записал большой итак сумма по l нуля до бесконечности то есть 0 1 2 и так далее дальше и степени л большой 2l плюс 1 дальше вот такая функция своеобразная спецфункция сферическая функция песселя и умножить дальше на полиномый жанра вот это очень известная формула формула парциального разложения или просто парциальное разложение ферическая функция это функция которая сказывается с обычными функциями песселя полуцелого индекса схемы с тем что специально с обычными функциями песселя полуцелого индекса я не буду устанавливаться на уравнение нефигации на их явном виде мы на самом деле с вами будем использовать несколько асимптотик этой функции при малых значениях аргумента и больших значений аргумента но точек позже вот как вы видите порционное наложение что оно нам дает действительно она нам говорит что движение с определенным импульсом можно представить виде супер позиции движение с определенным моментом импульсом данный случай арбитальный момент меняющимся 012 и так далее причем . а которыми центр как бы вращение может быть любим совершенно здесь у нас нет никакой выделенной точки типа ядра например любую 0 1 2 и так далее если мы можем говорить о с парциальном потоне п парциальный потом единичка и парциальный потом ф парциальный потом тройка и так далее и так наш потон в гробе спины единица будет характеризоваться еще орбитальный момент который может принимать значения 0 1 2 и так далее ну и уголе так то тогда я могу вести еще и представление о полном моменте количества движения парциального потона то есть я отбираю определенные значения и говорю это это специальный но у него щас пины единичка я могу еще не сложить спинами орбитальный момент и говорить о парциальных потонах с определенным полным моментом количества движения парциального потона кстати правил треугольника сразу же правил треугольника полный момент квантовые число вот здесь вот стрелки здесь у меня заменеет это здесь наночек лишь бы поставить это сложение оператор а здесь я пишу квантовые число и так вот по правил треугольника возможное значение этого йод мы говорим значение полного момента меняется от с минус л по модулю до с минус л но обратим внимание что поскольку поскольку с у меня единичка то тут всего три варианта при фиксированном л вот давайте мы разделим эти два типа два типа сложения момента и так я пишу йод равняется вот эти варианты просто и вот фотоны для которых полный момент совпадает с орбитальным моментом мы назовем фотонами магнитного типа и обозначать будет их так м магнитного типа м йод у них йод равняется поэтому если фотон магнитный мы сразу же по значению йод можем сказать чему равен для них для этого специального потона чего равен а вот фотоны для которых йод отличается от л на единичку ну действительно видите как здесь вот меняется и минус один плюс один но через единичку поэтому три значения и так второй вариант минус один если йод равняется плюс минус один то такого типа парциальные походы мы назовем фотонами электрического типа но правда для них видите для них для потона электрического типа орбитальный момент не определен точно потому что здесь у вас значение орбитального момента будут отличаться полного момента на единичку стоит другую сторону оба варианта возможны и результате потом и где идет типа это будет некий суперпозиции потом с орбитальными моментами отличающимися от йода и так потом электричество магнитного ну вот уже какая-то такая классификация пошла более того забегая вперед мы что можем говорить если у вас в процессе перехода излучается и поглощается поток типа едиот выгорели излучение типа едиот то есть мы можем и классификацию переходов соответствующих сделано если у вас процессы года изучается и помещается поток типа едиот мы говорим излучение типа едиот классификации кстати постового скоба у вас спин это минимальные минимальный момент меньше спина не бывает поэтому глядя вот на правую часть мы сразу можем сказать что идет у вас всегда больше равняется единице нулю не может быть хотя смотрим сюда видите как формально здесь я или могу взять равны единицы и 1 минус 1 0 нет то есть значение полного момента потона снизу ограничено единичкой значение в спина зачем спина далее и что может особенно интересно то что вот эти парциальные протоколы и пойдет или ее имеет определенную четкость это супер они характеризуются не только определенный полный момент ну и четко сказать посмотрим смотрите экспонента если пеникает не имеет определенную четкость она нечетна нечетна вот ну сильно заменить их равны минус 1 у вас частицы при полете в другой стороны как когда то есть в другой состоянии но если я раскладываю эту функцию есть и пеникает поленома жанра а поленом это жанра они имеют определенную четкость также сферические гармоники поленомные жанры в частном случае сферические гармоники на всякий случай я вам напомню это если взять тензорную гармонику цель это цель 0 вот всего лишь в частном случае и гармоники поэтому поленомный жанр это функция не еще придано черный 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 функцию нечетные нечетные функции то есть другими словами в этом разложении у вас как раз справа представлены черные и нечетные функции мы четко можем последить где черный другими словами при черный L у вас орбитальная функция парциальной формы черная при нечетных лет она нечетная ну а спиновая функция у дело в том что спиновая функция у это обычный вектор ну вектор поляризации обычный вектор дело в том что вектор это мы являем в ваши бывают любギни пабе это поляdrый и аксиальный вектор полярный вектор начать называемый для сша а вот аксиальный вектор мы часто называем 7 vektor вот такой бывает ост coated примеры на вектор обычный вектор поле магнитное теоретические обычные веки а магнитное поле аксиальный вектор это вектор который при инверсии не меняет знака поэтому магнитный момент ток магнитный момент ток капитальный момент да вот сам по себе орбитальный момент это вообще говорят царь ну тогда спинка а здесь обычный место стоит обычный то есть нечетный это нечетный вы тогда давайте посмотрим на четкость потонов магнитного и электрического типа смотрим для потонов магнитного у них орбитальная волновая функция имеет четкость я внизу буду писать я буду читать и здесь же строчку подложу я снижал внизу по столу написал на что это потоны типа трейдер а вот здесь я буду указывать четкость чем четкость буду записывать как минус единица в степени соответственно четко или нечетно число так вот четко с орбитальной части здесь я в том что у него же еще спиновая функция и она нечетно в целом полная четкость будет минус единица в степени аль плюс 1 вот это четкость потона типа минус единиц а это можно заменить на теперь уже на йод можно написать равняется или здесь просто заменить на йод то есть этот потом характеризуется и определенной четкостью в принципе не йод плюс 1 в первом моменте потона электрического типа е йод значит четкость минус единица в степени ну так же так же будет минус единица в степени элью четкость да но теперь эти ведь и связано с йод через единичку то есть если е черное то йод нечетный и наоборот поэтому здесь будет минус единица в степени йод плюс 1 или йод минус 1 все равно но еще спиновая часть добавляется еще единичка добавляется в показательной степени и мы получаем степень простую минус единица в степени йод минус единица в степени йод еще раз повторяю здесь орбитальная часть тоже самое и четкость орбитальной функции минус единица в степени но это отличается от йод на единичку на самом деле орбитальная четкость в этом случае будет минус единица в степени йод плюс или минус 1 другими словами эти фотоны обладают определенным моментом и черный супер ваш и поэтому можем сформулировать сейчас правило отбора для электроэнергетных переходов которые происходят с излучением или поглощением парциальных фотонов и фотонов уже вот с определенным импульсом а парциальных фотонов это между прочим это понятие парциального фотона очень удобно если вы рассматриваете переходы между состояниями в системах типа атом или ядро я прошу ватами и у вас состояние характеризуется определенным моментом количестве движений поэтому когда вы говорите о переходе вы обычно говорите сп переходе при этом что делать у вас орбитальный момент меняется а что значит он меняется за счет чего ведь в целом системе атом плюс электромагнитное поле момента должен сохранять сохраняется значит вот это изменение дельта н единичка скажем она связана с тем что факт он который при этом обращается имеют момент идиничку и так фактически правила отбора все правила отбора можно из закона сохранения а чёрности и б момента количества будет очень важно методи парциальных фотонов и так еще раз повторяю я рассматриваю переходы которые идут с изменением момента количества движений это типичная ситуация для атомов и я так первое пишу закон сохранения чёрности в таком перегоне еще раз повторяю что на самом деле моя система это собственно атом и плюс электромагнитное поле плюс потом и так закон сохранения чёрности но чёрность очень часто буквой пи обозначают и так пишу я пи начальные пи и ты дальше чёрности видите как сложение чёрности это их умножение их умножение пи и ты на но в начальное состояние напишем было начальное состояние конечное состояние скажем для процесса с излучением рассматривать тогда пи и ты будет равняться пи конечное пи н на пи потона на пи потона вот так это будет выглядеть вот цикл сохранения чёрности посмотрите если потом у вас нечётный то это будет означать что чёрности начального конечного состояния одинаковые постойчивый закон еще раз повторяю здесь произведение чёрности сложение чёрности я имею ввиду произведение величины вида минус единицы в степени чёрт я имею чёрт я имею чёрт я чёрт я не знаю и второй закон который тоже даёт правило отбора я вам аналогично запишу момент количества движения начального состояния равен моменту количества движения конечного состояния плюс момента лично движения фотона и и так ну все-то надо конечно вот строго-то говоря в оператор вот второй закон сохранения момента при переходе это будет означать что в системе а так скажем плюс электромагнитные нечётность не момент при переходе полные чёрности не меняется закон сохранения чёрности момента все правила отбора вот здесь сидят в этих двух соотношений но эти два отношения конечно надо немножко комментировать первым практически уже комментировать еще раз напоминать если чёрность потом положительно черный смотан отрицательный черный переходе меняется другими словами чёрный потом не меняет чёрность при переходе он не уносит собой чёрность никакого не приносит они черный фотон меня чёрность у вас в процессе перехода чёрность должна поменяться начальность состояния означает чёртное начальное нечёртное конечное или нечёртное начальное а вот второе правило его можно скинутирует два правила фактически записаны компактно я могу записать правил треугольника причем правил треугольника я напомню правил треугольника сложение моментов пишется относительно любого из момента и в зависимости от конкретного перехода и рассматривать конкретную задачу это правило можете писать либо относительно йод н вы ищете скажем возможное значение квантовичного момента и конечного состояния если знаете квантовичного момента начального состояния и момент потона йод ну либо можно относительно йод потон давайте запишем это 2а правил треугольника пишу вот который следует из закона сложения момента 2а йод потона не меньше йод конечного минус йод начальный я специально вот так записал здесь модуль можно как угодно переставлять и слева йод правило треугольника на самом деле это правило треугольника два правила содержит у него есть левая часть правая часть на что похожа левая часть то есть дело в том что йод н минус йод и это изменение момента при переходе изменения момента измерение момента при переходе и может быть больше момента вы включая вот это левая часть изменить момент в переходе не может быть больше чем моменту И вот то правило, видите, мы говорили, что для перехода в атоме дейсбер, там скажем, L по модулю равняется единичке. Ну так это вот с этой частью было связано. Почему? Потому что мы говорили о электроникольных переходах. Итак, в правой части присмотрим правая часть. Ну в правой части вообще, наверное, здесь ограничений мало, но есть одно немаловажное ограничение. Представьте себе, что у вас переход идет без изменения момента. Может он идти? Ну, в принципе, пожалуйста. Когда вот эта вот разница у вас ноль, ну и вообще, говоря, левая часть работает всегда. Вот. Хорошо, значит, момент не меняется. Но, может, возможен такой вариант, скажу. У вас и начальный момент, и конечный момент нули. Ну, тогда левая часть нормально работает, а у вас справа проблема. 0 плюс 0, 0. А момент-то у вас потом больше нули не равен никогда. Поэтому справа мы платим только одно правило. Берем с правой части этого соотношения. Это запрет, как говорят, на ноль-ноль переходы. Запрет на ноль-ноль переходы. При этом мы вынуждены ждать при излучении или поглощении фотон с моментом ноль. И так, из правой части мы делаем вывод о запрете ноль-ноль переходов. Так и говорят, ноль-ноль переходов. Запрет на ноль-ноль переходов. Ну, и теперь вторая часть. 2b. 2b. Дело в том, что вот это же соотношение можно проектировать в новый сет. Тогда мы получим правило отбора для проекции. Для проекции. Как оно вот выглядит? Ну, я его перепишу немножечко. Так, в форме, ну, вам уже знакомой более-менее. Я так запишу. Мы можем записать дельта m и переходить, да? Давайте вот так запишем. М-н-м-и по модулю равняется дельта m по модулю. Да, вот так вот. Дельта m по модулю. Ну, во-первых, варианты. Я два даже варианта напишу. Вот изменение дельта m по модулю не может быть... Ну, то есть это... Йо фотона. То есть изменение проекции к либериковой не может быть больше момента фотона. Почему? Потому что дельта m это как раз будет дельта m фотона. Ну, а эта величина фотона не может быть больше значений скванутой числа. Ну, а если аккуратно записать... Вот это повторяю. Это соотношение... На практике очень часто именно в таком варианте используется. Изменение проекции при переходе не может быть больше 2 часа потона. Ну, а если аккуратно, то это будет так выглядеть. М. Вот смотрим, я проектирую. М, значит, я сделаю так. Оставлю... Ну, бинусу вернули вот это налево. Я вот это... То есть будет mi минус mn равняется m фотонам. Вот такое привиальное выражение второго соотношения. Я беру проекцию на ОСЗ и получаю вот эту связь. mi минус mn. Вот. Ну, а если я возьму модули, я получу вот это соотношение. И тут равенство справа стоит f модулю фотона. Но оно, в свою очередь, не может быть больше, чем диод на ТО. Вот все правила отбора. Поэтому, если вам известны квантовое число момента для начального состояния, квантовое число момента для конечного состояния, если вам известны четности, вы сразу можете сказать, а какого же типа излучения вы будете здесь получать? Или по-другому. Какого типа фотоны могут индуцировать соответствующий переход? Видите, здесь вот так вот две стороны одной и той же металли. Значит, с одной стороны я могу задачку ставить так. Вот я взял какой-нибудь фотон и поверил. Вопрос. Какого типа перехода в системе он может индуцировать? И второй вопрос. Я беру начальное и конечное состояние, то есть моменты начальной и конечной не в четности, и задаю вопрос. Какого типа фотоны при этом изучаются? Е, Й, Н, Й и так далее. Значит, терминология. Терминология. Это тоже очень важный момент такой. Фотоны электрического магнитного типа. Вот мы их так уже обозвали. А теперь их обозначение, название. Ну, начнем вот с фотонов Е1. А почему с них я начинаю? Ну, во-первых, Й меньше единички не может выйти. Это раз. А во-вторых, смотрите. При Й равном единичке, вот здесь вот, оп, Л может быть равно нулю. Л может быть равно нулю. Вот вверху этого варианта быть не может. Вверху варианта этого быть не может. Хотя формально, пожалуйста. Ну, Л0, значит, если Л0 не, Лед с единичкой начинается. А вот здесь Л равно нулю. Ну, видите. С, орбитальный С фотон. Ну, как-то всегда кажется, что он, наверное, самый важный, самый сильный. С фотон. Почему? Потому что он здесь первым стоит. Видите? Первым вообще. Раз. Ну, из этих соображений. Это такое правило, это, конечно, такая интуиция. Она, знаете, не всегда срабатывает. Но в подавляющем большинстве случаев так срабатывает. То есть это, как бы, самый главный фотон. Но самый главный фотон работает только в варианте Е1. А значит надо ожидать, что Е1 фотоны будут самыми такими эффективными в индуцировании перехода. Ну и, соответственно, излучение или поглощение. И лучше сказать, излучение таких фотонов будет наиболее интенсивным. Что-нибудь прото TIM. Да, так и есть. Так вот, фотоны е1, это тот самый, как раз, электродепольный фотон. И излучение или поглощение, которые энтуцированы с пирофотонами, носят название электродепольного излученной или поглощения. Электродепольный фотон – это E, P, и, соответственно, электродепольное излучение или поглощение, если мы имеем дело с излучением или поглощением фотонов e1. дальше идем следующий по значимости как бы до фото и единица в единице смотрим сюда здесь единица варят только едва а здесь здесь м1 м1 и едва вот они как раз эти два типа потона это фото и которая фактически не получен если рассмотрим д орбитальный парциальный фото скорее всего надо ожидать что у них вероятности будет где-то вот так и близкими потому что у них в основе как бы один и тот же орбитальный фото состоит парциальный фото обозначение е2 электрический квадрубольный потом этих кладу полный переход и соответствовать электрический турболю когда solar электрического quadruple learning зарaux коллекций últ specimen классами работы пurb один магнитно-непольный Moh мы говорим с вами кстати у вас нажимается постоянно работа виде ключом Вратите внимание, давайте ниже запишу разложение той же самой экспоненты E в степени ИКР. Помните, мы ее только что раскладывали, да? Я ее рядышком запишу. E в степени ИКР равняется 1 плюс ИКР плюс и так далее. Вот как вы думаете, как эти два разложения согласуются? Ну, наверное, L равно 0 с единичкой. Хотя прямой связи нет, но похоже, да? Вот второе, L равно 1, вот с этим слагаем. Почему так? Ну, видите, как, здесь же L равно 0, S фото, ну, это с различной симметричной, скалярная функция. Ну, здесь единичка, скалярная функция, которая. А вот здесь вот векторная функция, но P-фотон, а виталий в единице, это векторный фото как раз. Поэтому вот с этим как раз удобно это связать. Ну и так далее. Связь есть такая, повторяю, она не такая, не совсем прямая, но тем не менее. Поэтому, естественно, видите, L равно 0, вот здесь вот я могу написать. L равно 0, оп, только фотоны электродипольного вида. А вот L равняется единице, это два типа фотонов. И раньше мы так и говорили. Первое слагаемое давало нам электродипольное излучение, электродипольное излучение, а вот второе слагаемое давало два типа перехода. Ну, вот они, это электродипольное и магнитно-дипольное. Это переходы, которые индуцируются фотонами типа М1 и Е2. Ну и так далее. И так далее. Вот остановлюсь на этих главных переходах. Понятно, что, очевидно, интуитивно, что чем больше L, тем интенсивность, вероятность перехода будут падать. Ну, то надо вообще не говорить, как-то тоже обосновать. Вот давайте это обоснуем, и на этом мы закончили. Итак, давайте рассмотрим относительно вероятности перехода. Как они зависят от L, в частности, от L. Для этого я возьму и вот здесь вот ниже выпишу поведение свереческой функции Песси при малой значении аргумента. А что для нас значит малое значение аргумента? Обратите внимание. Помните, в длинноволомом приближении мы вот этот вот фактор K на R рассматривали много меньше в единичке. Собственно, это нам давало как раз и право ограничиться в разложении этот экспонент только в единичке, в первом слаге. Ну, а смотрим сюда. Здесь K на R, вот где входят свереческую функцию Песселя аргумент. K на R, причем здесь, как раз, модули. Ну, если у нас R, вернее, D характерный размер системы, D, как, допустим, характерный размер системы, то есть тогда вот здесь в аргументе свереческой функции Песселя я могу рассматривать величину K на R много меньше в единичке. Если я говорю о длинноволом приближении, K на R много меньше в единичке. Ну, тогда можно воспользоваться, опять же, известным предложением этой функции. Оно так выглядит. Идет L, вот K, R, при K, R много меньше в единичке, ведет себя следующим образом. Это K на R в степени, а, ну, здесь я опять даю большой в единичке, я на маленькой в единичке сейчас. K на R в степени L большое делить на 2L большое плюс единица. И вы знаете, тут двойной факториат. Вот такая формула. Поведение при малое значение аргумента. То есть это надо обязательно здесь отметить, что K на R много меньше единицы. Ну, там, строго говоря, на самом деле много меньше единицы, много меньше единицы. Математик меня бы сразу начал поправлять. Вот, ладно, я на такие вот... Для математики очень важные детали. Ну, это все нравится. Итак, при малое значение аргумента, видите, практически здесь вот такая вот... Такой фактор будет, K на R не пенель. Ну, для нас он и будет определяющим. Это что означает? Смотрите, если у меня область системы, атом или ядро, имеет конечный размер D, тогда у меня, конечно, вот в этом выражении для радиальной части полномородницы парциального потона L меня будет интересовать как раз малое значение аргумента. Когда K на R много меньше единички. Именно это. Ну, и тогда я могу сказать, что вот в области собой системы эту средищественную функцию весель я могу вот таким образом заменить. Ну, и тогда что у меня получается? Если у вас K на R много меньше единички, то тут еще факторы исходят. Ясно, что при L равном нулю, при L равном нулю, я буду иметь здесь числитель и единичку. А при L равном единице у меня сразу здесь полезет вот это K на D или K на R, ну ладно, я, максимальное значение. У K на D тоже много меньше единицы. При L равном двойке еще меньше, еще меньше, еще меньше и так далее. То есть, другими словами, вероятность обнаружения, теперь такой физический смысл. Вот я взял область размером D. Атом или ядро. Ну, и ядро совсем там еще меньше, чем L равном. Так вот, вероятность обнаружения парциального фотона с определенным L, она будет, конечно, существенно. Вероятность обнаружения парциального фотона в этой области малого размера будет, видите, сильно падать с ростом L. То есть, наибольшая вероятность обнаружения в этой маленькой области будет для S фотона, потом B фотоны пройдет, потом D фотоны и так далее. То есть, вот такое парциальное разложение одновременно мы с ним можем связать некое и разложение при одном. Такому малому параметру, с малым параметром мы можем связать вероятность обнаружения парциального фотона в области размером D. То есть, фактически, пределы системы. Ну, а значит, и взаимодействие будет, соответственно, слабее с ростом L, если вероятность обнаружения подона будет падать. Тогда я могу очень простое соотношение написать. Для, ну, скажем, давайте я его запишу для относительных вероятностей излучения или поглощения типа E2, M1 и B1. Почему здесь работает батон с орбитальным моментом единичка, а здесь с орбитальным моментом ноль? Надо помнить, что вот вероятность перехода у нас, да, матричные элементы ведь пойдут, а они еще и квадратичные. Квадратичные. Поэтому для вероятности, я так пишу, P L1, P L0, это наибольший, да, порядок. Ну, я все факторы, значит, вот эти вот выброшу, там, бывает плюс единица и так далее, хотя эти факторы могут порядок давать. Но меня здесь интересует такой принципиальный, главный, главный, связанный как раз с вероятностью вот с числителем взглядности обнаружения спорциального бакона. Значит, что я должен здесь написать? Вверху я беру K D, вместо этого числителя, K D в степени 2L, на 1, K D в квадрате. Ну, а внизу соответственно, 1 поставлю. И так я получу K D в квадрате. Вот такое соотношение. Ну, и, соответственно, оно переносится на соотношение между вероятностями электрических квадрубольных или магнонекольных переходов и электронекольных переходов. Вот, чаще всего так и пишут это соотношение. Хотя, на самом деле, здесь еще надо вот эти факторы учитывать, да, безусловно, еще и все остальное. То есть, мы фактически как бы выхватили какую-то основную, даже, ребят, значащую часть эффекта, связанного со значением L. То есть, с ростом L вероятность попадания партизального фатрона в область системы Рескопады. Вот этот фактор здесь отражает соотношение для интенсивности. Ну, и видите, соотношение такое. Если K на D 10 минус 4, да, то здесь восьмая степень. То есть, здесь восьмой учет. Ну, на самом деле, видите, как я повторяю, эти оценки очень относительные. Поэтому мы можем пробраться даже не на один, скорее, даже на два. Иногда и на два порядка можно. Но принципиально вывод о малости скажем так, электро-квадро-польный не погибнет, не погибнет, малая интенсивность по сравнению, что электро-польный вот этот поход дает. Ну, вот, собственно, и все. Если бы я еще раз хотел сказать, что если, скажем, получили на экзаменный вопрос по парциальной потоке, то вам будет задан обязательно тот вопрос. У вас сегодня написано этот вопрос. я не буду вас спрашивать, вы понимаете, как вы всегда все написали, так? Вы же, наверное, догадываетесь. Я просто спрашиваю, что это такое? Вот, я пример задаю. А вы, например, какие-то есть вопросы, например, прекрасно написано ваш вопрос. Я из недавнего прошлого вопрос. Много из потока вероятности. все у вас прекрасно написано, что это. Я спрашиваю, приведите пример состояния или плотность потока ну-ну равна или не равна нулю. Ну, вы же знаете, да. Вот. И если вы на это дело не отвечаете, то дрожится на всей вашей бумажке. То есть вы идете, начинаете эту бумажку улыбать, а не наконец-то изучать. То же самое будет с этим вопросом. Я просто вам буду задавать. Вот, смотрите, как может выглядеть этот вопрос. Тот же атом водорода. Вот и разбирайтесь. Вопрос. Какие парциальные потоны участвуют в такой переходе? Или могут участвовать в такой переходе? Или по-другому. Какие парциальные потоны индуцируют вот этот переход? Здесь 2B орбитальный момент единичка, 3 вторых полный момент количества движений. Да. 4N F A3 7 вторых полный момент количества движений. Да. Вот, вопрос. Аккуратненько продолжить правила. Привлечь. Все на сегодня. А ты знаешь, что такое двойник материал? Вот 3, 2, остальные знаки.